Тоже сознаться, что мое внимание в Чехословакии началось с детства. Первое, что я помню, это кинофильм «Штрафная площадка». Затем кинофильм 1952 года, сделанный в Чехословакии, но при живом еще в Сталине. Это фильм «Дигая пара». Потом наше радио и кое-кто еще рассуждал на тему «Жаз – это хорошо или плохо?» А Чехословакия выпускает пластинку памяти Глены Миллера. Что в те же самые 50-е годы, оказывается, я об этом узнал немножко попозже, «Шкода» предложила Москве продавать свои автомобили за 2 тысячи рублей прямо населению. 2 тысячи рублей – это тогда, когда наш самый-самый первый в Москве стоил 9 тысяч. Матс подсказал, «Хорошо, продавайте нам по 2 тысячи, мы населению продадим сами». Шкода отреагировала моментально, «Хорошо, мы продадим вам по 2 тысячи, но только в государственное пользование». Потом я стал увлекаться двумя вещами – фотографии и кино. Ну, и опять, все лучшее, с чем я имел дело, опять-таки было связано с Чехословакией. Это кинокамеры, фотобумага, фотоаппаратура. Так получилось все. Когда я стал учиться в институте киноинженеров, там тоже было кое-что связано с Чехословакией. Ну, и я так пропитался, особенно, особенной симпатией к этой стране. И, что называется, 21 августа я этот день провел на улице и ничего не знал. Вернулся я домой к полуночи. Мой приемник всегда был настроен или на BBC, или на «Голос Америки». И первое, что я делал, приходя домой после включения цвета, я включал в приемник этот. И сейчас я это сделал. И услышал страшный бой без списка глушителя. Я удивился, думаю, что такое. Ведь ни на BBC, ни на «Голос не глушит». стал прислушиваться, разобрал, что наши пришли с братской помощью и указаниями. Конечно, мелькает мысль. Если ты развалился от Владивостока до Карпата, имеешь житницу в Украину и только что сломал целину Казахстану, то почему ты покупаешь шлеп за границей и при этом собираешься кого-то учить, как жить? Это называется психозом, конечно. Не в медицинском, а в житейском смысле. Ну и я вспомнил еще анекдот изумительный. Чехословакия попросила Советский Союз организовать ей помощь в организации морского министерства. Советский Союз удивляется. Почему министерство морское? У вас же нет моря. Ну и что удивляется Чехословакия? У вас же есть министерство культуры? Моментально я это вспомнил, сам посмеялся, но начинали дергаться. В буквальном смысле по комнате хожу туда-сюда, думаю, что делать, что делать. Не вытерпел, вышел на улицу, чтобы пролететься похолоднее. А я живу напротив входа в большевичку. Ну, сейчас это старый вход, а тогда он был единственным. И там какой-то лозунг в лампочках утыканный. А я тогда снимал такое самодельное кино дело в институте «Жертвы рекламы». Не Базаряна, а польский юморист Анатолий Патенковский. Маленький рассказик. Он читается минутой за две, а я там чуть ли не на две серии написал сценарий. И тут думал, вот же что надо делать. Вернулся домой, состряпал две краски, одну светлую, одну темную, и пошел почти в город. Как я говорю, на вертикальных поверхностях города я написал несколько лозунгов. Потому что сейчас жалею, что я это сделал мало. Вот. Воздух читался примитивно. Брежнев в область Праги. Под руку мне попадались газеты, афиши. Потом, ну, как-то шел, никак не мог успокоиться. Надо еще, надо еще, где бы еще. И так я добрался по фонтанте Доневского. Ну, знакомый конь. Эээээ...